ЛИТЕРАТУРНОМ КАФЕ ЛИТЕРАТУРНОМ КАФЕ ЛИТЕРАТУРНОМ КАФЕ ЛИТЕРАТУРНОМ КАФЕ ЛИТЕРАТУРНОМ КАФЕ ЛИТЕРАТУРНОМ КАФЕ Люди начинают об этом задумываться и искать смысл, когда его теряют. И сам вопрос о том, зачем я живу, о смысле жизни, он возникает в ситуации тупика. То есть, когда все хорошо, люди, собственно, об этом и не задумываются, и, может быть, даже это хорошо и правильно. Потому что, когда человек начнет, у него все хорошо, например, а он начнет как бы искусственно пытаться понять, задавать себе эти вопросы, а он не готов к этому. И у него жизнь может пойти наперекосяк. То есть, когда человек об этом не задумывается, смысл его жизни регулируется, ну, как бы, бессознательным. И он особенно не заморачивается, он живет и радуется жизни, там у него есть цели, семья, допустим, здоровый образ жизни, там работа. Вот, саморазвитие. Прекрасно себя чувствует. Но когда он начинает задумываться о том, кто я, о смысле жизни, это как сороконожка, которая задумалась, как она ходит и разучилась ходить. Вот, и это уже кризис, понимаешь? Поэтому сам вопрос о смысле жизни, он мне представляется достаточно рискованным и опасным, потому что, ну, собственно говоря, человек рискует, ну, залезть туда, где он ничего не понимает и разрушить отлаженный механизм. А так человек живет, он счастлив, и он всю жизнь может прожить довольно счастливо и быть, ну, внутренне гармоничным. Вот, ну, если все хорошо внешне, но смысл жизни, он сам по себе не возникает, он возникает именно в ситуации тупика. Ну, я не знаю. Вот, допустим, сейчас у нас все благополучно, сидим, чаек попиваем, и вдруг вот бомба упала. И это помещение разрушилось, город весь разрушился, и выжили мы с тобой вдвоем, кругом, значит, развалины, и что делать, вот? Как ты думаешь? Это ситуация кризиса тупика. А у нас как будто бы сохранился вот этот чайник, этот огонек. Первым делом мы зажжем костер, конечно. Я скажу, нужно сохранять огонь. Вот, и скажу Алексею, давай собирай дрова, а я пойду на разведку. А ты, а ты... Смысл жизни мне представляется, он или есть у человека, или его нет. И еще раз, когда все хорошо, человек об этом может не задумываться, и он задумывается об этом только тогда, когда оказывается в ситуации тупика, или когда вдруг он ни с того ни с сего... Не только тупика, но и какой-то чрезвычайной ситуации. Вот я сейчас обрисовал вот этот вот, а ты почему-то уходишь. То есть смысл жизни сразу, или вот я тебе предложил, допустим, если сейчас катаклизм какой-то, я говорю, будем сохранять огонь, будем строить, значит, из обломков какой-то шалаш, будем выживать, пропитание, сразу вот, что здесь осталось в бюджете, делать какие-то запасы. Вот. Смысл жизни поменяется. Сразу, допустим, если ты собирался писать книгу сейчас, вот, я не думаю, что ты будешь говорить, ах, все пропало, я книгу не напишу, и я это... Нет, сразу будет корректива. А я говорю, я согласен о том, что ты говоришь, но я говорю еще о том, что иногда бывает все хорошо, бывает все очень хорошо, а смысл жизни вдруг уходит, и человеку неинтересно жить, и он понимает, что как бы жизнь пошла наперекосяк. Но получается, что человек, который живет в состоянии хорошо, он путает смысл жизни с получением просто удовольствия. Получать удовольствие, да, это хорошо, но это никогда не будет смыслом жизни, потому что человек часто гонится за каким-то комфортом, причем таким внешним для своего тела, хочет иметь хороший дом, там хорошую мебель, хочет иметь современный автомобиль, жить в хорошем городе, в конце концов, кто-то в хорошей стране, если считает ее хорошей. Вот, то есть человек просто как-то стремится к такой неге, чтобы все его окружало, комфорт, гаджеты какие-то близкие, жена, допустим, а то и какая-то еще обслуга. То есть вот, 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 но когда у человека все вдруг уже есть, если даже сейчас представить, что человек живет, да, действительно где-то в вилле, в роскошном, значит, доме с обслугой, с умным домом, где все вот на кнопочках, все управляется, и ничего не надо думать, ни о чем. Все налоги заплачены, здоровье прекрасное. И в швейцарском банке счет. И счет. Да. И что? И как вот такого человека? Вот можно в таком существовать состоянии, жить, ну, жить, существовать? Или все-таки человеку нужна какая-то встряска? И как вот, ну, правильно ты говоришь, а в душе может быть пустота? Да, да, я об этом, потому что зачастую непонятно, почему уходит смысл жизни. Казалось бы, человек вот все достиг, к чему стремился, и вдруг пустота. И оказывается, вообще-то он начинает понимать, что он не к тому стремился. И в раз обесцениваются все вот эти достижения, комфорта, машины, дома, виллы. И хочется чего-то совсем другого, скажем так, простого человеческого счастья, не связанного даже с деньгами. Хочется тепла, вот, и ничего не радует. Но когда уже и тепло не радует, то есть как бы вообще, ну, это депрессия, по-моему, уже. Ну, хорошо при достатке иметь, конечно, рядом с собой еще понимающих близких людей. Жену, детей, родителей, просто, может быть, близких друзей, соратников. Ну, допустим, вот, какой-то человек, у которого все есть, богатый человек. Вот. Когда он один, конечно, понятно, он может там еще чего-то там, чего нету. У него, ну, коллекционировать, допустим, какие-то картины. Потому что это тоже, если ты очень богат, но все равно есть вещи, которые стоят очень дорого, и которые тебе все равно будут недоступны. Поэтому мы, может быть, сейчас должны поговорить о том, что нас вдохновляет. Потому что, мне кажется, в такой ситуации кризиса, смыслов, важно человеку выходить на какой-то формат отношений, общений, жизни, который может его вдохновить. Понимаешь? И это сделать довольно все трудно, когда кажется, что ничего не вдохновляет. Допустим, ты вставишь утром, и у тебя нет настроения. Ничего не хочется делать. Вот. И ты, если будешь сидеть и ждать, когда же оно появится, настроение, это может происходить очень долго. А есть такой принцип, что нужно начать что-то делать. Пойти заварить кофе, чай. И как бы раскочегариться потихоньку, постепенно. И тогда настроение приходит. Вот. Но. Но. Когда вот это состояние, ну, разлада внутреннего, разлада смыслов возникает, само по себе, это уже какой-то такой звоночек, сигнал, что жизнь нужно пересматривать что-то в жизни, ценности менять, цели, возможно, и выстраивать свой внутренний мир, там, и внешний тоже, каких-то других ну, смыслах, скажем так, для себя, ценности поменять, это не так просто. Вот. Есть такой принцип, но не принцип, а вот такое наблюдение, что, вот, допустим, человек, там, ребенок, он в процессе жизни, там, например, в возрасте 9 лет, там, 6 до 9, подражает. И он обучается, прекрасно подражать, и за счет этого обучается. И он там накапливает знания, накапливает опыт, и все такое. Но для того, в какой-то момент, для того, чтобы стать личностью, ему надо от всего этого отказаться, то, что он накопил, и как бы стать совсем, ну, то есть, это как бы скачок на качественно новый уровень, то есть, нужно стать совсем каким-то качественно другим, стать личностью. Вот. Ну, не знаю, понимаешь, о чем я говорю? Понимаю, да. И вот, мне кажется, мы сейчас должны, ну, или можем поговорить о том, а что делать, когда смысл теряется. Вот. Вот предыдущий твой посыл. Да, действительно, ребенок растет, он впитывает опыт своих родителей, черпает знания из книг, и потом, когда он становится взрослым, вот обладая таким багажом, он уже должен его применить, применить, то есть, вот да, он становится личностью, у тебя там выключилось. Говори, да. Вот. То есть, он должен сам уже делать выбор свой, и ориентироваться в обществе, и взаимодействовать, с людьми. Вот. Мы опыт свой применяем только во взаимодействии с кем-то, или сталкиваясь с чем-то, с какими-то событиями в жизни, обстоятельствами. Вот тогда все, что мы имеем, мы должны, вот это, что мы накопили, вот тут-то мы должны применить. Вот. И задача, конечно, родителей, вот, научить ребенка, чтобы он, столкнувшись в своей жизни с какой-то ситуацией, мог спокойно эту ситуацию разрешить, вот, исходя из своих знаний, которые передали родители, что он подчеркнул сам, что ему дали учителя. Вот. Вот так вот. А что делать, если нет радости? Вот. Человека ничего не радует. Таких случаев много. Смысл теряется, и радость уходит куда-то. Я вот только буквально вчера читал, только буквально вчера читал статью в журнале Фома. Есть такой журнал Фома, очень хороший, умный журнал. Вот. И там тоже как раз много примеров из жизни святых, которые были достаточно благополучны. То есть, они имели огромное состояние, вот, но тем не менее, у них был, кроме этого, ещё и другой смысл жизни. То есть, не накопление этого богатства, а именно стремление к самосовершенствованию, стремление к Богу. Но есть такое выражение, они богатели в Царство Небесное. Ну, нет, не это. Можно богатеть в пустыне и не имея ничего, вот, и быть духовно богатым, да? Ну, как вот, допустим, пустынники наши знаменитые, Анух и Великий, да. А есть люди, которые просто утопали в роскоши, у которых всё было, которые были предпринимателями и земледельцами большими, огромными. Вот, допустим, Василий Великий, он, будучи богатым, создал первый благотворительный такой проект. Вот, он, можно сказать, учредил первую в жизни такой комплекс больничный, то есть, он целый городок построил, город, именно, куда могли прийти люди, если полечиться у хороших специалистов, бесплатно, вот, получить помощь, жить в гостинице, и ещё потом на обратную дорогу тебе дадут, как говорится, денег, чтобы ты добрался до своего места. Вот. Так называемая Василиада, вот, вот этот такой проект. Вот. А были такие святые, которые тоже жили в достатке, но занимались чем-то, вот, каким-то рукоделием, ремеслом, и вот, и один тоже, я сейчас не помню, как его звали, этого человека, он, будучи, вот, богатым, но он что-то делал ещё, вот, каким-то ремеслом делал. Он обратился к старцу и говорит, скажите, отче, вот, я занимаюсь вот чем-то, у меня всё есть, а я вот что-то там плету себе там, вот, делаю. И он его, ему сказал, что да, имеешь такое желание делать что-то, помимо того, что имеешь, делай, в этом ничего плохого нет. Вот, то есть можно быть достаточно богатым, вот, но при этом иметь какое-то ремесло и иметь даже не, не получать дополнительный доход, как бы, а, я ещё буду богаче, если я буду делать, а для себя, просто ради своего удовольствия, а может быть, не только для себя, вот, получать удовольствие от того, что ты делаешь, а дарить продукт своего труда людям, которые нуждаются в этом. вот это называется султанка. Я в кофейне в этой постоянно заказываю султанку. пальчики оближешь. Алексей принёс вот в шоколад, собственно, производство. Делает шоколад. С мёдом смешивает. В общем, тоже достаточно тоже полезно и вкусно. С мёдом Продолжение следует... 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 Вот. То есть человеческую природу не может сломить никакой концлагерь. Можете здесь сесть? Могу. Это ваш статанчик. Из него никто не пил. Мы туда сначала наливали, а потом обратно вылили, чтобы остыло. А теперь снова горячее у нас подправляется. Это красный чай. Говорим о смысле жизни. И Алексей сейчас хочет изменить направление, хочет сразу в религиозное русло. Кто тебе сказал это? А я почувствовал. Ты что-то не то почувствовал. Я не хотел. Да? Да, хорошо. Вот так и в жизни бывает. Вместо того, чтобы у человека спросить, куда он хочет, мы приписываем ему, что он что-то хочет сделать. И за это на него же и обижаемся потом. А он вообще как бы ни в одном глазу, как говорится, ни слухом, ни духом. И даже не думал, ни представлял, ни вилочку. Натёк шоколад. Но он, я так говорю, он не есть. Его, как бы сказать, много нельзя. Мы говорим о том, как найти смысл жизни, если он утерян. Коли он уже утерян, ничего не радует, апатия. И вот человеку неинтересно становится жить. Вот что делать в этой ситуации? Как спастись? Как его обрести? Если, может быть, что-то из личного опыта, или вот могла бы ты как-то включиться в разговор и сказать, что можно было бы сделать для того, чтобы эта радость появилась. Нет, с полуоборота я не могу сразу включиться в вашу опыту, потому что вы уже далеко пошли, я так думаю, да? Ну, да, мы немножко тут уже говорим об этом, но мы к этому вопросу уже подходим. Ну, я об этом не могу порассуждать. Но, может быть, ты что-то хотел ещё сказать. Нет, я... Да? Но, вот, кстати, наверное, ты всё-таки был прав, что я хотел начать, ну, не с вопроса выживания. Нет огня, значит, надо бороться, надо как-то думать, как выжить. Вот, и смысл обретается, а именно с духовной точки зрения, потому что, мне кажется, потеря смысла жизни, она связана с кризисом именно в духовной сфере. Смыслы такие, какие-то стратегические, глобальные, они задаются там. Вот, и поэтому смысл жизни и там нужно и искать. Вот, и об этом очень хорошо говорит Серафим Саровский, наш святой, почитаемый, который в книжечке, а книжечка небольшая, всем рекомендую прочесть очень внимательно, который написал Матавилов. Ну, скажем так, он как журналист, как человек, ищущий себя, он как ученик находился при Серафиме Саровского, с ним много, Саровском много общался, и он написал то, что говорил святой. А говорил он следующее, что смысл жизни, а вместе с этим и радость, она дается свыше Богом-человеку. Вот почему я говорил о том, что вдруг раз, и эта радость исчезает, как бы ни с того, ни с сего. Я с такими случаями сталкивался, у меня друг есть, и я с ним там какое-то время не видел сам, ну, допустим, год. А он ведет определенный образ жизни, довольно активная, общественная там работа, все такое. Он человек популярный, слава. И тут я с ним встречаюсь, я с ним начинаю общаться, и несмотря на его, как бы, бурную жизнь, я вижу, что он, ну, живет на каких-то нервах, на каком-то запасе энергии, как бы катится по уже накатанной дорожке, благодаря тому, что она хорошо накатана, у него еще все получается, но у него нет радости. Вот я вижу, что он, как бы, вот, как раньше мы с ним могли встретиться, и так пообщаться, и посмеяться, порадоваться, вот у него это куда-то исчезло. И я понимаю, что там какой-то глубокий кризис, кризис, там, 30 лет, вот. Вот. И 33, наверное, да, 33, это же такой возраст, что как бы уже пора вообще найти себя. Вот. И Серафим Саровский дает несколько просто замечательных рекомендаций, как в этой книжечке, каким образом этот смысл обрести. И я хотел бы вам несколько слов сказать, если не возражаете. Вот. Он говорит, если вы просто душевный человек и делаете все душевно, и просто такой очень хороший, замечательный, этого недостаточно для того, чтобы появилась радость. Вот. Это, да, все хорошо, но вы не накапливаете духовной энергии. А именно духовная энергия, которая в человеке есть, вот она дает именно и смысл, и радость. И она в человеке должна быть. Вот. Про наш народ же говорят, что он богоносный. И я думаю, богоносный – это как бы вот эта энергия Духа внутри каждого человека, которая есть. А накапливается она таким образом. Нужно делать все как бы с мыслью о вечности, о боге, что ли, со смыслом делать. То есть не просто там чай пить, а пить это со смыслом. То есть если мы сейчас собрались и говорим о смысле жизни и просто как бы просто бла-бла-бла языками, потому что язык без костей, то это пустой разговор, даже если мы будем говорить умные вещи. А если мы это делаем так, со смыслом, как-то красиво, обстоятельно, вот, какой-то ритуал должен… Здесь вот почему ты на это обращаешь внимание, это смысл задает… То есть организация внешнего пространства, тот же самый комфорт, она… Хотя это не самое главное, она… в нем содержится глубокий смысл. Вот. И это означает, что нужно делать все как бы Христа ради. Вот в православной традиции так. Даешь копеечку нищему, нужно давать ему с этим чувством. Если ты ему даешь без этого чувства, пользу от этого наполовину только. Для души – хорошо. Хорошо. А для радости – нет. Вот сейчас бы сидел здесь у нас буддист. Вот у меня есть в Забайкалье друг Бурят. Он буддист. Вот. Он бы… Возразил? Возразил бы. Я думаю, нет. А мусульманин бы здесь сидящий возразил бы. Но у меня много эзотериков очень знакомых. Они бы тоже встали и ушли уже. Подожди, подожди. Виктор бы сейчас бы встал и ушел. Сказал, мне неинтересно. Опять про голода. Понимаешь, что надо… Что же я? Ты вот садись, где ты сидел. Нет, теперь видно. Ой. Я думаю, что в любой религиозной традиции это есть. Только может быть другими словами называется. Поэтому противоречия тут абсолютно никакого. И мусульманин, и буддист, и иудей нас поймет. Может быть, они поклоняются своим богам. Хотя мы поклоняемся, так сказать, одному богу. И мусульмане, и иудеи мы поклоняемся. Но бог-отец у нас один. И у нас, правда, он бог-троица. А бог-отец это и послать. Но мы не будем об этом говорить. Я думаю, что если бы этого люди не черпали какой-то духовной энергии, они бы уже давно растеряли эту радость. Значит, у них это есть. Другое дело, что в нашем учении, которое я знаю, я там буддизм, допустим, изучал тоже, я не вижу, что у них там это так разработано. Но достигают они пустоту и растворяются в ней, становятся атомами. А личность свою не сохраняют. Поэтому мне, допустим, христианство более импонирует, скажем так. Со своих шкурных интересов, так сказать. Поэтому вот этот принцип делать все, ну как бы, ну, скажем, можно сказать Христа ради, можно сказать Бога ради. Вот. Тогда уже другие тоже поймут. Ну, понятно. Это дает, вот я о чем говорю, это дает духовную энергию. Вот именно ее надо накапливать. Когда она в человеке есть, не растеряна, смысл не теряется в жизни. Мне нравится. В каких бы обстоятельствах он ни жил. Все, скажи. В Евангелии вот тот принцип, что, что значит Бога ради. Это значит людей ради. Людей ради. Вот. Мы не делаем что-то ради от Бога, потому что мы его не видим, не слышим. Ты сейчас рассуждаешь как материалист. Да. Да. Ну, я, потому что, чтобы нас люди-то поняли. Вот. А мы ради... Ну, конечно, в Евангелии, но мы все делаем ради людей. Вот сейчас пойдем мы в больницу. Поможем кому-то. Навестим болящих. Пойдем в темницу, навестим узников, да. Принесем им какие-то подарки. И все это мы делаем ради Бога. Мы делаем это людям. Вот. Но мы делаем это, вот ты правильно говоришь, ради Бога. Но мы делаем и людям какое-то добро. Вот. Именно вот это и. Потому что мы это делаем и для людей, и через людей. И мы можем это сделать как бы ради Бога. Ну, это тоже важно. Да. То есть я бы не стал... Ну, есть примеры, люди, которые причислены к лику святых, которые, не будучи верующими в Бога, они просто были, по сути, добрыми людьми, которые вот жили по заповедям, не зная об Евангелии. Но они, тем не менее, служили Богу. И прямо причислены к лику святых? Да. Ну, назови хотя бы одному. Я таких не знаю. Ну, есть какие. Ну, они были, может быть, святой жизни. Вот. Но чтобы прямо были канонизированы. Ну, разбойник разве что на кресте. Но он делал злые дела. Он за покаяние причислен, а не за добрые дела при жизни. То есть, на самом деле, пути Господни неисповедимы. Можно делать злые дела и в конечном итоге прийти. Именно как бы в рай попасть, покаявшись, например. А другой человек будет делать добрые дела и этим путем придет к Богу. Но мы говорим о том, как обрести смысл. И просто я сейчас сказал об одной, ну, даже это можно сказать как способ или чуть ли не техника. Это, может быть, там режет слух немного. Техника того, как прийти к Богу. Получить радость. Ну, как упражнение даже. И это действительно, ну, я думаю, работает. Это работает. У меня вот сейчас вообще мозги отказываются работать в этом направлении. Почему-то сегодня у меня какое-то такое настроение. Чай действует. А вот, допустим, под ником там какой-то Демиург, он пишет все, что, как говорится, вот на пропалую. И получается, что не его мысли-то вот под ником чужим, а свои он или боится излагать? Нет, он как раз излагает свои под ником чужим. Ну, а когда он под своим именем, он боится. Значит, в жизни он скрывается, и жизнь ведет он такую, ну, я не знаю, тяжелую. А мы о Демиурге хочешь поговорить? Да не, не Демиурге. Который критикует нас все время. Это такой озвученный у него псевдоним. Вот я всегда пишу, там, ник Демиург. Где бы я ни выступал на каких-то форумах, участвовал в обсуждении какого-то вопроса, я везде пишу под своим именем, даже фотография моя есть. А тебе нечего скрывать? Ну, я могу, да, мне нечего скрывать. Я под каждым словом могу подписаться, я отвечаю за эти слова. И если я где-то что-то скажу не так, понятно, что меня сразу найдут и посудят. Но посудят и того, кто под ником скрывается. В общем-то, у нас сейчас это все возможно. Дело не в том. Дело в открытости. Надо быть открытыми, я считаю. Ты тоже человек скрытый. Вот нет. Это не просто так. Понимаешь? Кстати, я хотел сегодня еще о бороде поговорить, и о бочках. Мы как-то... Людей действительно настораживает борода, но обычно настораживает она людей трусливых, настороженных, которые всего боятся. То есть, есть предположение, что это люди, вот они такие сами по себе. Скажем, как бы это сказать, чтобы никого не обидеть. Ну, в общем, хорошие люди. Хорошие люди. Что они, ну вот, закрытые, наверное, и поэтому, как бы, рыбак рыбака видит издалека. А у меня же, я тут человек открытый, просто имидж такой, немножко закрытого человека. Ну, а это интрига. Это сделано просто для интриги. Вот. И я так понял, что благодаря моей бороде, моим очкам, мы набираем, ты набираешь твой канал. Сейчас, как ты сказал, клуба общения, да, тема, она занимает первое место у тебя по запросу постребованности. Это да. Это моя заслуга. Без лового чувства структурности. Может быть. Вот. И поэтому они, можно сказать, там, вот, им же интересно заглянуть в глаза. Мысль у меня появилась. Мои красивые глаза. Мысль, мысль, мысль. Но фигушки. Смысл жизни, на самом деле, смысл жизни, ну, это поставим такой, что, наверное, все-таки стать счастливым, да, человеком. И о счастье человек добивается, именно открываясь другим. Кстати, вот Франкл об этом и говорит. Чем мы больше открываемся разных сторон своей жизни, вот, своих мыслей и прочего, действий, тем больше окружающие люди тебя воспринимают. Но это одна из сторон. Человек должен быть открыт, где надо. А есть, скажем, ситуации, где он должен быть закрыт в меру. Нельзя быть полностью открытым, вот такое, это очень наивно. Очень наивно. А что тебе, вот, смотри, мы все любим наших актеров, да. Когда какие-то передачи мы смотрим, типа, вот... Они публичные люди. Когда все... А чего они отличают-то от нас? Вот я как раз считаю, что... Очень сильно отличаются. Мы ничем не отличаемся друг от друга. Понимаешь? И что актер, что ты... Вот... Мы все в равной степени интересны. Публичный человек, он может и должен быть открыт. Подожди. А не публичный, он может быть в меру открыт. Слушай, еще одна мысль. Мы любим наших вот актеров, типа, там... Ну, вот... Пугачева. Галкин. Да, там, Леонов, да, Евгений, там, вот, Карачинцев, ушедший из жизни. Ну, или современники наши, допустим, там, Виктор Сухоруков или этот, Безруков. И много ты знаешь о Карачинцев. И чем больше мы о них узнаем, тем они становятся нами любимы. Понимаешь? Мы их узнаем в разных ролях. То есть... В интервью. Просто в каких-то там... Да, подожди, но о смысле? О смысле? А это смысл и есть. Будь открытым. Будь открытым смыслом. Вот. Мы выделяем некоторые характеристики, свойства человека, у которого есть смысл жизни. Такой человек должен быть в меру открыт. Почему в меру? А что он скрывает? Он может скрывать только что-то плохое? Нет. Зачем? Зачем? А, смысл скрывать что-то хорошее? Значит, быть закрытым, это не значит скрывать. Ну, может быть. Надо подумать об этом. Дело в том, что закрытость, она дает защищенность, чувство внутреннего комфорта. Закрытость, мне дается... Вот как раз закрытость, вот мое глубокое убеждение, закрытость... Мера должна быть. Ну, какая-то граница, да. Ну, тогда речь идет о границах. Значит, чем человек себе хуже устанавливает границы личностные, вот, свой личный суверенитет, тем он, вот, по моему мнению, по моей теории, тем он чувствует в этих границах тесно, ему трудно. Он порой вот так вот расширяет, где-то со своими близкими, в семье он их расширил, с друзьями еще чуть-чуть больше расширил, там с кем-то, с кем-то там, может быть, еще чуть-чуть больше расширил. Но все равно эти границы есть. И если у человека душа очень богатая, и ему все равно хочется прорвать все границы, понимаешь? Прорвет, если богатая. Но это богатство, оно должно через край выплескивать, тогда оно будет выплескиваться и все. Вот, как бы ты ни закрывался. Понятно. И когда ты выплескиваешься вот за эти границы, ты натыкаешься на чьи-то другие границы, понимаешь? И понятно, что тебя где-то встречают уже в штыки. Твоя вот такая открытость, она не нужна. Ее критикуют. Вот, допустим, быть с бородой – это открытость. Это открытая позиция. Я считаю, что мужчина должен быть лысым и с бородой. Лысым. Лысым и с бородой. Как ты, да? С бородой. Или хотя бы с усами. Это его естественное состояние, понимаешь? Потому что... Подожди, подожди. Света, что ты думаешь, каким должен быть мужчина? Любая прическа – это уже, знаешь, введение в заблуждение человека. Ты знаешь, один... Ну, вот недавно ролик посмотрел в интернете. В Японии один парикмахер... Человек должен себе сам нравиться. ...вертолос в прическах. И вот приходит к нему человек там один, а уходит другой. Меняется только прическа. Понимаешь? А как на человека посмотреть естественного? Дело в том, что когда меняется прическа, что-то внутри тоже меняется. Ты себя по-другому чувствовать будешь, если ты делаешь себе стильную... Я с бородой был. Я же был с бородой. Был, да. Вот. И... Ты плавал. Мне... Я очень себе нравился. Но я выглядел немножко так старше. И я держался немножко по-другому. Меня в интернете сравнивали со Столыпиным. Вот. Потому что... Похож. Я себе закручивал вот так вот усы. Вот. Борода у меня такая была довольно такая кладистая. Вот. И когда я надевал костюм и галстук, ну все. Все говорили, Столыпин. Я на кастинг, когда отправил такую фотографию, мне написали... А что? Вы прямо вот сейчас такой? Я говорю, да, сейчас такой я готов к съемкам. Они говорят, извините, для вас роли пока нет. И ты сразу сбрил бороду. Ну сбрил потом. Ну я, по крайней мере, написал, что если нужно, я отращу. Да. Света, что ты думаешь обо всем этом? Теперь уже о чем? Потому что вы все время перескакиваете. Вы меня настолько запутали. Обо всем. Вот. Потому что... Но об открытости. Тема... Да, кстати. Поддержи меня. Должен ли человек прямо быть слишком открытым? Ну он должен находиться в состоянии комфорта. Да, человек? Для каждого... Ну... Состояние открытости свое. Да. Потому что для кого-то это необходимость, да? Ну вот. Какого-то взаимодействия с людьми, быть действительно открытым. И он в этом состоянии комфортно ему. А для кого-то это просто немыслимо. И, возможно, человек от этого страдает. И такое же тоже есть, да? Даже очень много. Он часто страдает. Да. И чрезмерной популярностью. Нет, наоборот. От открытости, допустим. И открытости тоже бывает страдают. От открытости тоже бывает страдают. Прячутся там в метро, едет артист. И только бы не заметили. Ну, это уже не открытость. Это, так скажем, уже популярность и слава. Потому что уже надоело уже. От этого, когда ты уже не становишься, тебя не воспринимают как личность. А как вот, не знаю, вот подходят тебе, там, дергают тебя. Или могут вообще оторвать тебе что-нибудь. Куберцу. Да, на память там, понимаешь. Тебя уже не воспринимают как вот личность. А просто как какое-то, не знаю, чудо. Сувенир. Да, сувенир, действительно. Ходячий. Это не открытость. Открытость это когда ты проникаешь внутрь человека, в его глубины, его души, в его вот эту внутреннюю вселенную. Ты проникаешь все больше, 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 больше. Если он тебе позволяет это делать. Вот. И этот человек тебе становится ближе. А вот в теории Франкла ты просто влюбляешься в этого человека. Понимаешь? И взаимная любовь мужчины и женщины как раз вот проникновение на этом уровне. То есть, ты должен о человеке знать практически все. И не только, он всегда делает поправки, не только ты должен знать вот то, что человек сейчас думает. Ты должен воспринимать еще и принимать его прошлое, его будущее, вот. И его окружение. Понимаешь? Его круг, в котором он общается. Вот, допустим, был бы я сейчас какой-нибудь там революционер, да? Вот. И меня там влюбилась какая-то женщина. А она знает, что я, допустим, сейчас... Ну, и перенесемся куда-нибудь в прошлое, чтобы от этого... А то сейчас поймут, знаешь, неправильно. Что я очень рискованный человек, да? Я могу, допустим, взорвав, допустим, какую-то там бомбу, да? Я могу и сам погибнуть, или меня просто потом поймают и на катаку отправят. То есть она должна вот... И в революционной среде такое было. Крупская так любила Ленина. Потому что она знала, что он тоже человек рисковый. И он ее любил тоже вот. Ну, она сама такая была. В принципе, была настоящая любовь. Ты думаешь? Конечно. А вот мне кажется, Крупская его любила, а он ее нет. Он хороший товарищ был просто. Попахти. Ну, хорошо. Хорошо говоришь, да. Твое участие ценно. Ты можешь добавить что-то. Теперь еще я опять, да, по поводу Крупской вопрос. Нет, я... Вы перескакиваете. Я согласен. Я согласен. Но у нас... Вот у меня такое ощущение, что это не мы уходим от разговора. Разговор уходит. А разговор устальзает. Да. Потому что очень сложная тема. Поэтому не судите нас строго, дорогие смотрящие. Вы сами попробуйте говорить об этой теме, вы поймете, что это почти невозможно об этом говорить. С умными лицами тем более. Да. Потому что тема прямо ускользает. И у нас с тобой обычно почти всегда... Мы держим ее, да. Да, взаимопонимание. А сейчас я чувствую, даже взаимопонимание куда-то исчезло. Мы стараемся всегда тему держать, а тут тема и вырывается. Вырывается вот как лошадь. А вы не держите, вы сейчас не держите, не развиваете. Вот поэтому у вас не получается. Вы не развиваете, допустим, нить от один другого, а враг в противоположную сторону вы тянете. Я думаю, что трудная, потому что, как говорил Сталин, Карл Маркс, что прибавочная стоимость – это вот не кухарка. Ее там за талью не ухватили. А он-то знал, что такое кухарка. Что они так все любили кухарок-то, да? Вот и мы поняли, кто такой, на самом деле, Карл Маркс был. И ему досталось, да. Досталось всем. Ну, я вот считаю, что все-таки смысл жизни каждого человека в умении наладить отношения с себе подобными, помогать им, получать от этого удовлетворение. Ну, вот я тебя слушаю и не верю, что для тебя в этом смысл жизни. Я сам себе не верю, потому что мы все, да, мы все, конечно... Вот ты милости не подаешь? Бывает. Ну, не всегда каюсь. То есть заповедь нарушаешь, просящему дай. А я, вот, представляете, не дала, недавно. Ну, вот всегда даю. Не понял. Вот, недавно была ситуация такая. Всегда даю милоственню. Ну, если просят вообще, что бы то ни было, всегда даю. Что бы ни попросили, неважно, там кому-то деньги, кому-то еще что-то. Знаешь, что если человек обращается с какой-то просьбой, нужно ее, ну, реализовать. Ну, потому что обычно ты можешь это сделать, да? Но мало вероятно, что, типа, человек вопросит что-то такое, что не в твоих силах. Чаще всего люди обращаются адресно, они знают, что ты это можешь сделать, да? Ну, вот, всегда помогаю, всегда подаю. И вот недавно была ситуация, когда я в этот день была в больнице, в общем, не в этот день, а вот долгие дни была в больнице. Каждый день выходила, и там стояла одна и та же женщина, и я все время ей не подавала. Вот, а вот в тот день я как раз отдала другому человеку большую сумму денег, вот, и я опять выхожу из больницы, ну, тоже помощь отдала, вот, и выхожу из больницы, опять, кстати, эта женщина, опять меня просит деньги, милостыню. И я сама себе думаю, нет, я сегодня уже дала, ну, вроде как милостыню. Но ты ее не осудила? Нет, я ее не осудила. Вот это уже хорошо. Нет, но дело в том, что я не дала, хотя там тело-то было, ну, какие-то, такая незначительная сумма, ну, там, можно было запросто и дать, да, то есть непонятно, почему у меня, ну, вообще, вот эта мысль возникла, что я сегодня уже, ну, то есть я, грубо говоря, отказала. И в этот же день, ну, у меня случается, ну, беда, у меня папа умирает, вот, представьте. Я папа умер все-таки? Да. Царство небесное. Да. Ну, так это удивительно, да, что вот именно в этот день, ну, вот именно, вообще. Так что давать надо, конечно. Ну, возможно, это как-то связано. Возможно, спасибо. Просто по поводу вот просьб, у меня был такой опыт, я когда в Крымске случилась вот эта вот беда, когда затопил город, помните, да? Ну, естественно, все ездили с помощью, да? Ну, и я тоже ездила с помощью, там у нас мы загружали машины всяким разным, да? И в основном мы возили адрес на что-то куда-то. То есть у нас там был список заявок, куда мы везли, допустим, там, подушки по такому-то адресу, там, сапоги по такому-то адресу. Вот. И было несколько случаев, когда вот за день ко мне подошли несколько человек, да, и говорят, мужчина говорит, и сначала ко мне подошла женщина, говорит, мне нужна подушка, дайте мне, пожалуйста, подушку. А у меня в машине есть подушки. И я, представляете, я говорю, а я везу вот по адресу, если я вам сейчас отдам, то я, ну, там не хватит. Вот. И я, как бы, отказываю, потом в результате я все-таки, ну, побежала, я ее догнала, я нашла эту женщину, отдала ей эту подушку. И вы представляете, когда мы приезжаем туда, на это место по адресу, им уже это не нужно. Им уже дали. А второй был случай. Ну, и в этот же день тоже мы приезжаем на один адрес, и там такая грязелка на одной улице. И я мужчине говорю, возьмите сапоги, возьмите сапоги. Он мне говорит, да не нужны мне сапоги. А я ему говорю, да как не нужны, вам нужны сапоги. И вообще втюхал ему эти сапоги. А потом приезжаю на другую улицу, а там мужчина вот чуть ли не со слезами, говорит, дайте мне сапоги, а у меня уже нет. Вы представляете? И тогда я поняла, что вот именно то, что у тебя просят, вот всегда надо давать. Никогда не надо думать, что где-то там в другом месте это пригодится. Никогда, нет. Вот у тебя попросили, значит, именно этому человеку, именно это надо дано. И ты не можешь отказать, нельзя этого делать. И точно так же не надо втюхивать свою помощь тому, кому не надо, потому что кому-то другому это может быть надо. Вот у меня вот уже вот с тех пор вот прям твердые принципы, что вот нужно так именно поступать. Очень интересно. Да, очень интересно. Вот она практика. О том, с чем мы говорим тут теоретически, а на практике вот так все бывает, да. Да. Да, ну хорошо. Я предлагаю идти на закругление. Ну да. Потому что мы часик уже общаемся. Часик 20 даже, по-моему. Нет? А у меня там работает? Работает. Как ни странно. Да. Давайте sharing. Давайте. Как это обычно. Начнем с тебя. С английского как sharing перевалится? Ну, что-то вроде обсуждения. Я точно не знаю дословно. Просто недавно столкнулся с таким термином car sharing. Это прокат автомобилей. Вообще, ну, услуга такая. Вообще она называется car sharing. Ну, прокатимся по кругу. Да, вот я тоже, когда прочитал, думаю, интересно, как это вот. Ну и? Ну, я считаю, что не очень-то у нас сегодня получилась эта беседа. Единственное, что при просмотре ее все равно были какие-то сказанные, интересные фразы, какие-то были зацепки. Много было зацепок. И что эта беседа не прошла напрасно. И, в общем-то, я тоже придерживаюсь, вот как Светлана, этой мысли, что что мы не делаем, это всегда не напрасно. Это кому-нибудь нужно. Если мы что-то делаем, значит, кому-то это нужно. Да. Часто. Может быть, это будет один какой-то человек, который вот посмотрит и задумается, найдет какую-нибудь литературу соответствующую или как-то пересмотрит свои взгляды. Это уже будет хорошо. Может, прочтет книгу Матавилова, Серафим Саровского. А может быть, Франкла найдет. Франкл тоже неплохая книжка. Да? Да. Согласен. Поэтому я считаю, что в общем и целом беседа наша удалась. Хотя она была какая-то сумбурная, но все-таки вот для меня смысл этой сегодняшней встречи был встретиться, пообщаться вот с таким прекрасным чаем. А для себя ты так что-то в плане понимания смысла жизни? С чем это связано? У меня последний рассказ Светы о том, что действительно нужно давать, оказывать помощь тому, кто нуждается и не навязывать кому-то то, что ему не нужно. очень полезно, можно об этом поразмышлять, подумать. Да. Спасибо. Спасибо. Света. 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 Свет. Света. Свет. 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 Смысла жизни. Беседа была полезна в том смысле, что такое новое было открытие для меня, что смысл, он как в жизни ускользает. И говорить о нём даже трудно. Пока не знаю, с чем это связано. То есть для того, чтобы говорить о смысле жизни, надо быть как бы, уже его, мне кажется, как-то внутри себя иметь, быть собой, быть настоящим. Тогда можно говорить о смысле. Если ты хоть чуть-чуть фальшивишь, уже разговор о смысле не получается. Что смысл, он вот или есть, или его нет. И я понял, что тоже по Франклу, что смысл, у него же есть ещё одна работа, иметь или быть, да, по-моему, быть или иметь. Вот. Что смысл в том, чтобы быть. Быть. То есть если ты есть как личность, и смысл есть. Если ты начинаешь гнаться за тем, чтобы чего-то иметь, тогда ты перестаёшь быть. Вот. То есть это две противоположные какие-то состояния, которые совмещать, получается, для меня получается, что невозможно. Вот. Или ты в состоянии бытия находишься, или в состоянии прозябания и гонки за, там, вещами, комфортом, деньгами и так далее. И тогда неудовлетворённость будет. Я попытался поговорить сегодня о том, как обретается радость, откуда берётся она. Но у меня такое ощущение, что это прошло мимо. И вот здесь мимо, и я почти уверен, что мимо многих тех участников, которые будут прослушивать, потому что, ну, вот это перл на самом деле. То есть его, как бы, о нём говорить очень сложно. И, как правило, его затаптывают. Ну, не скромно, может быть, но говорить о перлах, ну, то есть о жемчуге, допустим. Ну, это как-то очень, уж слишком банально как-то прозвучало, и у меня нет в этом смысле тоже такого удовлетворения. Потому что я не чувствую, что я услышан. Вот. И более того, я не смог это как-то выразить так, чтобы это было услышано. Вот. Значит, об этом надо продолжать говорить. Я думаю, пока не найдутся вот те формы, которые, с помощью которых можно донести это. Вот. Я знаю там, допустим, какие-то упражнения, с помощью которых можно этот смысл начинать накапливать на духовном уровне. Вот. Я приводил один пример с копейкой, которую надо нищему подавать, с каким чувством. Ну, там есть и другие упражнения, уже упражнения специальные такие. И вот. Это то, что помогает людям, на самом деле, вернуться к пониманию и вернуть смысл утерянный. Как бы. Ну, а до этого мы даже не нашли. Вот. Всем спасибо. И пою заключительное слово. Ну, уже обращаюсь к зрителям моего канала. Прошу оценить мое видео. Написать свои комментарии. Вопросы, если какие-то возникли. Пожелания. В общем, не оставайтесь безучастными. Ну, до следующих встреч. Спасибо. 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 Спасибо.